Страна вставай, я работаю, вперед все за мной. Я уже практически два с половиной года проживаю в Германии, но здесь есть вещи, к которым я так и не привык. Именно об этом сегодня в нашем видео. Хватайте печенька, наливайте чайок, усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. На первое место, друзья, я хотел бы поставить доверие. Именно доверие как раз и есть та вещь, которой я до сих пор в Германии так и не привык. Например, посещая стоматолога, я вынужден был доплатить за пломбу. Само лечение было мне бесплатно, поскольку я имею медицинскую страховку. Так вот, после того, как я вышел от стоматолога, я получил счет на ресепшене, и меня попросили оплатить счет хотя бы в течение квартала. Вот таким образом мне доверяют, что я никуда не денусь, и этот счет будет обязательно оплачен. Я до сих пор, друзья, так и не привык к тому, что вещи, любые вещи, можно очень легко вернуть. Это касается как и супермаркета, так и большого какого-либо магазина. Также это касается и товаров, купленных через интернет. Если я в супермаркете купил какую-то вещь, какой-то продукт, и, выйдя из супермаркета, почему-то решил, что он мне не нужен, мне достаточно взять продукт, взять чек, подойти к кассиру и сказать, что я хочу его вернуть. В течение одной минуты я получу наличными деньги за этот продукт, вне зависимости от того, какой был способ моей оплаты. То же самое, друзья, касается и одежды. Я давно понял, что в Германии можно одежду не мерить. Нет смысла стоять в кабинке за тем, чтобы померять одежду. Проще выбрать себе подходящую одежду, купить ее целиком, забрать домой, померять и то, что тебе не подходит, так же спокойно вернуть в магазин. Да, конечно же, для этого должна быть присутствовать все бирки, ничего нельзя срезать, но и возврат происходит мгновенно. Практически занимает 2-3 минуты. Я беру этот товар, возвращаюсь с ним в магазин, сразу же становлюсь на кассу и говорю, что я хочу вернуть товар. Здесь, несмотря на всю простоту, бывает, товар у меня забирают просто так. Я ничего вообще абсолютно не заполняю. Так это зачастую происходит в магазине Текомакс, где продаются брендовые товары со скидками. Там достаточно просто прийти на кассу. По крайней мере, у меня никто ничего не требовал. В каком-то другом магазине, я уже не помню, честно говоря, в каком, мне нужно было заполнить соответствующее заявление. Это очень легко указать причину возврата товара. И по большому счету все. Сразу же я получал деньги, несмотря на то, что сам товар был оплачен по безналичному расчету, и, допустим, несколько дней назад. Я сразу же получал деньги наличными, и никаких проблем. Я к этому так и не привык. Потому что то, что мне приходилось возвращать товар в Украине, очень редко, когда это обходилось без лишнего геморроя, такого, как покажите паспорт, как заполните вот это, а мы проверим, и мы вам вернем деньги в течение нескольких недель, нескольких дней. Здесь, на мой взгляд, это гораздо проще. Но все равно вот эта простота вызывает некое удивление, потому что ты ждешь постоянно какой-то подвох, возвращая особенно товар в незнакомом магазине. Еще проще, друзья, происходит с возвратом товара, купленного через интернет. Практически с каждой посылкой мне приходит возвратный талон, так называемый, в котором уже указан возвратный адрес продавца товара, и мне нужно всего лишь там указать причину возврата, и наклеить этот талон на упаковку, и переслать обратно товар, вернуть, вернее, товар обратно продавцу. Зачастую все устроено таким образом, что рюкзэндунг, так называемый возврат товара, он также для меня бесплатный. Поэтому самые большие затраты на то, что я трачу, это, возможно, новая упаковка, то есть сама упаковка не самого товара, а товар я должен упаковать в другую упаковку, если есть такая возможность. То есть за вот эту упаковочку я должен платить, но я, допустим, выкручивался таким способом. Я очень аккуратно открывал ту упаковку, в которую мне пришел мой товар, и если мне нужно было его вернуть, я его помещал в свою упаковку, оригинальную упаковку товара, скажем так, в эту же упаковочку, аккуратно запечатывал, клеил бланк обратного возврата, и никаких проблем. Деньги также приходили либо сразу после получения товара продавцом, либо через несколько дней, либо в каких-то отдельных случаях мне приходилось ждать, наверное, даже около месяца или что-то в этом духе. Ну, в любом случае, это все беспроблемно, никто тебе там не выдумывает причины, по которым ты не можешь это вернуть, по которым там что-то там прошло. Да, конечно же, есть сроки, не знаю, на мой взгляд, это гораздо проще, но для меня это непривычно. Все равно я каждый раз ощущаю какой-либо какой-то стресс, потому что я привык у нас в Украине с любым возвратом постоянно бороться. И, кстати, не всегда этот возврат был успешным. Иногда мне приходилось оставаться с тем же товаром, потому что продавец так изгалялся, что у меня уже проходили все сроки и все остальное. А иногда мне приходилось подключать юристов, адвокатов, которые занимались возвратом моего товара. Разные случаи были. Здесь я очень много чего возвращал, пока что для меня не было никаких проблем. Но это еще для меня, друзья, непривычно до сих пор. Движемся дальше. Третья вещь, к которой я так и не привык, это к тому, как немцы одеваются. Вернее, не к качеству одежды, ее там брендовости, а к тому, насколько легко. По сравнению с нами, мягко сказать, одеваются они совсем-совсем не по погоде. Особенно в зимнее время года. Понятно, что летом, там нет исключений, что мы в футболках, что они в футболках. Жара, она и в Африке жара. А вот в зимнее время года они одеваются намного легче, чем мы. И несмотря на то, что зимы здесь гораздо теплее, по градусам, естественно, в сравнении, допустим, с той же Украиной, с Харьковом, здесь влажность немного выше. Поэтому, конечно же, минус 5, это приблизительно, как в Харькове, наверное, минус 8. Плюс ветер, плюс еще что-то. В общем-то, бывают холодные дни зимой. И на меня они оказывают влияние очень серьезно. То есть, я могу одеть и теплый пуховик, и дубленку, которую я привез из Украины, и свитер поддеть. На немцев такое ощущение, друзья, что они вообще никак эта погода не влияет. Они плюс-минус ходят одинаково, что плюс 5, что минус 5, что плюс 10, что минус 10. Никто в этом плане не заморачивается. И видно по людям, что они более закаленные, чем мы. Это прослеживается по комнатной температуре в зимнее время года. Я привык к 22 градусам. Для меня 20, это еще комфортно. 18, ну так, уже на грани. 15, как у многих в квартирах у немцев, это для меня уж чересчур холодно. А они при этом ходят абсолютно спокойно в шортиках и в футболке. И ни капли при этом не мерзнут. Вот отсюда, я думаю, идет традиция далее в одежде. Притом одевают немцы не только себя не по погоде. Не по погоде немцы одевают, друзья, и свое чадо. Я веду ребенка в школу и очень часто вижу ситуацию, когда впереди идет, мама ведет немецкого мальчика. И я, когда на него смотрю, мне уже холодно. То есть он одет явно не по погоде. Во-вторых, идет небольшой дождь, и он идет без шапки. Ну, вы же понимаете, что в нашей стране зимой для ребенка вывезти его на улицу без шапки. Если родители на это рискнут, ну, конфликта с бабушками, я думаю, не избежать. Здесь то ли бабушки другие, то ли родители привыкли рисковать. Но увидеть чадо, одетого не по погоде, в зимнее время года, маленькое чадо, семилетнее, совсем для меня это непривычно. И я могу сам замерзнуть, глядя на этого маленького мальчика. Движемся дальше. То, друзья, к чему я так и не привык, проживая два с половиной года в Германии, и то, что я ставлю на четвертое место, так это то, что немцы заранее готовятся к новогодним празднествам. Уже с сентября здесь продаются новогодние сладости. Их можно без проблем купить практически в каждом супермаркете. А с октября месяца все супермаркеты, все магазины большие наряжены в новогоднее убранство. Это не совсем привычно для нас. Чувствуется некий фальстарт, и я это ощущаю уже третий год. Нет ощущения празднества, когда мы доходим до непосредственно уже самого Рождества, не играя значения католического либо православного. Или к тому же Новому году, который для нас вообще является культовым праздником и празднуют его все. Да, к Новому году уже ты весьма и весьма наелся всех новогодних рождественских сладостей. Ты уже несколько месяцев живешь во всем этом красивом разнообразии украшений. Поэтому, на мой взгляд, это минус. Но, с другой стороны, я так думаю, что я просто к этому еще не привык. И действительно, пройдет несколько лет, и я к этому привыкну, и этот вопрос будет для меня закрыт. А мы движемся дальше. Не секрет, что на улицах в Германии крайне малая концентрация людей по сравнению с нашими странами. Конечно же, у нас это тоже зависит от того, где вы живете. Но здесь, в Германии, в целом. В воскресенье встретить человека на улице довольно сложно. Можно вернуться в рабочие дни и посмотреть на ту же самую картину. Немцы очень сильно любят автомобили. Практически каждые семьи имеют минимум по одному автомобилю на одного члена семьи. Поэтому передвигаются они в массе своей на автомобилях. И вот город, 300-тысячный такой город, Аугсбург, где я проживаю, он даже в рабочее время выглядит малолюдным. Да, автомобилей на дорогах весьма-весьма много, но людей встретишь не так уж и часто. Шестая вещь, друзья, к которой я так и не привык, это то, что можно получить отказ в организации бизнеса. Да, здесь, в Германии, вы не можете открыть любой бизнес, который вам пришел в голову. Допустим, вы сняли помещение и подаете заявку, что вы хотите в этом помещении делать суши. Город вам может отказать, мотивируя это тем, что предприятий, производящих суши и продающих суши, в городе достаточно. Поэтому займитесь чем-либо другим. И очень хорошо, если к этому они вам предложат, чем заняться. Такие случаи были, не у меня. Но, тем не менее, все равно, как бы там ни было, это регулируется. И той свободной конкуренции, к которой мы привыкли, по крайней мере, в Украине, где у нас мы можем открыть любой бизнес, на любой площади, оформив, конечно, соответствующие документы, в любом количестве, нам никто не может запретить в одном микрорайоне иметь 300 парикмахерских или там чего-либо другого. Здесь немножко не так. Здесь все это зарегулировано, как на нас. Но, с другой стороны, они к этому привыкли, а я, в отличие от них, привыкнуть так и не могу. А мы движемся дальше. Конечно же, не секрет, друзья, что мы должны по окончанию года заполнять декларации. В наших странах, я уверен, это тоже обязательная мера. Просто она не наказуема, и из-за этого мало кто на нее обращает внимание. Немцы же к налоговым декларациям относятся очень серьезно. Мне непривычно, когда человек, работающий на обычной простой работе, и простой работяга рассказывают мне о том, как он заполняет декларацию в конце года. Естественно, заполняет он ее не сам, а не пользуются услугами бухгалтеров. С ним сделать это все гораздо легче, чем пытаться заполнить декларацию самому. Мы движемся дальше. На восьмом месте, друзья, вещей, которыми я так и не привык, это то, что немцы никогда не начнут свой бизнес, не начнут какое-либо значимое дело, предварительно множество раз, не проконсультировавшись при этом со специалистами. Да, для нас это непривычно. Мы любим таким образом действовать. Появилась идея, стартанули, движемся. Немцы же просчитывают риски. Они не настолько рискованные, как мы. Естественно, они более информированными будут, когда начинают что-либо делать. Это касается как покупки недвижимости, так и открытия собственного бизнеса. Налоговый консультант, профессия здесь довольно популярная, и не так уж просто попасть на консультацию. Мне в один раз приходилось ждать две недели для того, чтобы задать маленький-маленький вопрос. Когда я уже приходил на саму встречу, то сама актуальность вопроса для меня за эти несколько недель была потеряна. Вот именно в этом я нахожу, друзья, для себя эту вещь, к которой я так и не привыкну. Ведь от идеи до воплощения, она же везде учат, на любом бизнес-тренинге, везде, где только можно, должно пройти не так уж много времени. А вот немцы думают как раз по этому вопросу по-другому. От идеи до воплощения должно пройти достаточно времени для того, чтобы ты это осмыслил, чтобы ты понял все риски и только потом принял для себя решение рисковать, вкладываться в это или нет, открывать новое дело или нет. Вот в этом большая разница между нами и немцами, друзья. И именно к этим вещам я до сих пор так и не привык здесь, в Германии. Улыбчивые люди на улицах. Я к этому, друзья, так и не привык. Вернее, как все происходило. Когда я только переехал в Германию, я на это обращал внимание. И для меня это было шоком. Потому что практически каждый человек на улице для тебя доброжелательный. Они тебе улыбаются, они очень с тобой приветливы. Они такое ощущение, что они хотят твою жизнь здесь, в Германии, сделать более комфортно именно своим отношениям. Потом, через какое-то время, я на это вообще перестал обращать внимание. Это перестало для меня играть важную роль. А вот потом, через, наверное, два года проживания, я начал уже оценивать, насколько они доброжелательны. Я на сегодняшний день не могу сказать. То есть, это реальная доброжелательность от сердца или это просто обычное правило поведения, ну, допустим, как у тех же американцев. поживу дальше, посмотрим, но не могу я сейчас ответить. Все-таки, они в большей степени лицемерят, когда улыбаются тебе при первом же контакте, там, на улице, или это действительно происходит от сердца. Я могу лишь только сказать, друзья, что с этой вещью, с таким отношением к тебе, людей, с таким отношением жить намного-намного легче. Ты практически никогда не получаешь негатив и улица для тебя перестает вызывать опасность. Это не связано с преступностью. Я вот долго думал, а что же вот говорят, когда наши переезжают там, Германию, в Америку, неважно, в Португалию особенно, что они говорят, я ощущаю здесь безопасность. И почему-то все связывают безопасность с преступностью, да, то есть, маленькая преступность, допустим, той же Португалии, я вот недавнюю статистику смотрел, там, минимальная преступность. В Германии немного выше, но, тем не менее, будем честными, преступность здесь гораздо ниже, чем в наших странах, чем в Украине, так уж точно, я за это отвечаю. Но, в моем понимании, все же дело не в преступности. В моем понимании, дело в отсутствии агрессии на улицах. То есть, конечно же, гораздо лучше, когда тебе улыбаются, пусть даже сквозь зубы, и ты просто к этому потом привыкаешь, чем когда ты понимаешь, что любой твой неправильный шаг может вызвать агрессию, и самое легкое, чем тебе это обойдется, это то, что тем мягко пошлют, но громко. Здесь такого нет, и поэтому, друзья, да, несмотря на то, что я к этому так и не привык, опасности на улице в Германии я для себя не ощущаю. Поехали к последнему, завершающему пункту. И десятый пункт к тому, с чем я так и не могу смириться, так это с тем, что немцы рано встают на работу. Я не тот человек, который долго спит, для меня подъем в 6.30, в 6 или в 7 утра вполне нормальный, но немцы встают в 5 утра, казалось бы, что мне от этого, да вот на самом деле то и ничего, только встают они громко, и здесь в Германии практически на каждом доме есть жалюзи внешние, которые немцы особенно в зимнее время года закрывают, я так понимаю, для того, чтобы сохранить тепло в квартирах. Так вот, открывают они эти жалюзи с таким гулом, что по большому счету я каждый раз просыпаюсь или около 5 или в 5 утра. Если у немца закрывается дверь плохо, а я живу в многоквартирном доме, он не будет спешить вызывать мастера, починить, он будет ею бахать. И бахает он без угрызения совести в 5-5.30 в то время, когда он выходит на работу. Почему они так рано выходят на работу? Для этого есть две причины. Во-первых, многие фирмы начинают работать уже с 8 утра. Раз. Во-вторых, многие немцы работают не там, где проживают. И зачастую до их места работы им нужно проехать еще 50, 70, 100, 150 или может даже 200 километров. Конечно же, при таких условиях он должен просыпаться раньше. И при этом, когда он просыпается, он жутко шумит. Теми же жалюзями, теми же дверьми, теми же то, что что-то может упасть. И я вижу по этому шуму, что они даже не пытаются делать эти некоторые вещи тихо. Для них это вполне нормально. Страна, вставай, я работаю, вперед все за мной. Что ж, это были 10 вещей в Германии, к которым я так и не привык, несмотря на то, что уже более чем 2,5 года проживаю здесь. На этом все, друзья. Вы на канале Олег Полищук, Германия в общем и в частности. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Ваши лайки и ваши комментарии очень сильно помогают мне развивать канал. Помните, все, что нас не убивает, мутирует и пробует еще раз. Оставайтесь здоровыми и живите на позитиве. До встречи в следующих выпусках. До встречи в следующих выпусках.